Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Казахстанский турнир 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 Греко-римской борьбы И наши классики сумели не только повторить, но и приумножить успех вольников Так, золотые медали чемпионов в весовых категориях 60, 63, 72, 77 и 82 килограммов завоевали казахстанцы Айдос Султан Гали, Ернур Федахметов, Ибрагим Магомадов, Тамерлан Шадукаев и Мирас Баршилыков. Серебро в активе наших соотечественников Галыма Кабдунасарова, Алимхана Сыздыкова и Ярулана Искакова, которые отличились в весовых категориях 63, 97 и свыше 130 килограммов. С бронзой завершил турнир Шамиль Батыров. Воспитанники казахстанской школы восточных боевых искусств отличились на юниорском чемпионате мира по олимпийской версии Тейквондо, который состоялся в Болгарии. На этих стартах наши соотечественники завоевали две серебряные и четыре бронзовые награды. Участники юниорского чемпионата мира по олимпийской версии Тейквондо, который состоялся в Болгарии, в течение шести дней боролись за медали в трех возрастных и 12 весовых категориях. Всего в чемпионате принимало участие 811 спортсменов из 90 стран мира. Приятно, что в такой серьезной кампании соперников наши соотечественники выступили весьма достойно. И хотя чемпионом на сей раз из наших никто не стал, казахстанцы завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали. Среди отечественных тейквондистов отличились Айдана Сундитбай в весе до 46 килограммов и Тамерланд Леулес в весе до 51 килограмма. Они стали серебряными призерами. Осет Изгалиев, Жавух Рирхан Исламов, Алибек Шайкенов и Батырхан Леугали стали обладателями бронзовых наград. В столице Казахстана завершился чемпионат Азии по дзюдо. Мужская сборная Казахстана завершила соревнования с одной золотой, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями. Очень приятно, что единственным, кто завоевал титул чемпиона Азии, стал воспитанник Жамбулской школы борьбы дзюдо Данияр Шамшаев. Триумфатора континентального первенства с почетом встретили на малой родине в Таразе. В Нур-Султане прошел чемпионат Азии по борьбе дзюдо. Очень приятно, что на этом континентальном турнире воспитанник Жамбулской школы борьбы дзюдо Данияр Шамшаев показал высочайший уровень мастерства. Так примечательно, что все свои схватки жамбулский атлет завершил досрочно и поном. В одной восьмой финала он победил Суреша Сингха из Индии за 42 секунды. Затем в четверть финале одолел за такое же время таджикистанца Бехуза Ходжа Азода. После этого за 31 секунду прошел представителя Кыргызстана Чингасхана Саганалиева. А в финале взял верх над узбекистанским спортсменом Муроджоном Юлдошевым за 34 секунды. Итого со всеми своими соперниками на турнире Шамшаев разобрался за 149 секунд, что и принесло ему золотую медаль в категории до 73 килограммов. Я провел на чемпионате Азии четыре поединка против представителей Индии, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Причем всех своих соперников я победил иппоном. Теперь буду готовиться к новым стартам. Даниэр Шамшаев на своем примере доказал, что победы на соревнованиях такого высокого уровня можно добиться только имея мастерство, силу духа и силу воли. В целом казахстанские дзюдоисты на минувшем первенстве завоевали 8 металей. Одну золотую, две серебряных и пять бронзовых. Это четвертый результат среди всех участников. Выше сборной Казахстана расположились команды Японии, Монголии и Узбекистана. В матче пятого тура группового этапа Кубка Казахстана. Жамбулский Тарас в выездном матче против действующего чемпиона страны Костанайского Табола, уступая по ходу встречи 0-2, сумел переломить ход игры и победить со счетом 5-3. Героем матча стал нападающий жамбулской команды Аблайхан Жумабек, оформивший покер. Благодаря этому успеху Тарас вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана. Встреча пятого тура группового этапа между Тарасом и Таболом, пожалуй, стала самым интересным и насыщенным на события матчем розыгрыша Кубка Казахстана. Действующему чемпиону страны Таболу удалось забить два быстрых гола. Дубль оформил Игорь Сергеев. Но еще до завершения первой половины встречи Тарасцы сравняли счет усилиями Аблайхана Жумабека и Марата Шахметова. Причем в первом случае гол был засчитан после просмотра системы ВАР, которая доказала, что мяч пересек линию ворот. А второй гол Тараса был вообще фееричным, когда тарасский игрок, уже будучи жертвой нарушения правил, все же забил мяч. Это вызвало споры, точку в которых поставила успешная реализация назначенного за это нарушение пенальти, который точно пробил Марат Шахметов. После перерыва Айбар Жаксылыков снова вывел вперед Костанайцев, но тут свое слово снова сказал Аблайхан Жумабек, который, забив подряд три мяча на 62-й, 82-й и 88-й минутах, оформил покер. Итог матча 5-3, сильнее подопечные Нуркена Мазбаева. Теперь у Тараса стало 11 очков, и он вместе с Мактааралом выходит в четверть финал турнира «Квартета Си», а Табул вместе с лидером казахстанской премьер-лиги Актобе досрочно завершает борьбу. Кроме жамбулской команды мастеров, в четверть финал вышли алматинский «Кайрат», Мактаарал, Карагандинский «Шахтер» и Астана. В числе потерявших шансы на следующую стадию турнира оказались Павлодарский «Аксу», Петропавловский «Кызылжар», Актобе, Костанайский «Табул», Туран и Талдыкорганский «Жетысу». Отметим, что действующих победителей турнира является алматинский «Кайрат». В прошлом году в Сирии после матча в пенальти он одолел карагандинский «Шахтер». В Таразе завершился чемпионат города по футболу среди детских и юношеских футбольных клубов. По его итогам победители и призеры турнира были награждены ценными призами. Чемпионат города Тараз по футболу среди футбольных клубов стартовал 1 июня. Соревнования проводились среди юношей 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения на стадионе «Улан» и мини-футбольной площадке номер 4 центра проведения спортивно-массовых мероприятий. Всего участвовало 13 клубов. Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, привлечения подростков, молодежи именно к систематическим занятиям спорта. А также у ребят был стимул попасть в сборную юношескую Казахстану, формировать основной резерв из профессиональных талантливых ребят. Данные соревнования планируем проводить на системной основе, чтобы охватывать все возраста детей и создавать им условия и перспективы для их дальнейшего спортивного развития. Участие в чемпионате приняло порядка 720 воспитанников футбольных клубов. На протяжении двух с небольшим месяцев команды упорно боролись за звание чемпиона. Победители награждали ветераны спорта, а также игроки футбольного клуба «Тарас». Считаю, что турнир прошел на хорошем уровне. Когда я был подростком, всегда ждал подобных соревнований. Детей очень много, есть среди них перспективные ребята. Я наблюдал за игрой вратарей. Несмотря на свой юный возраст, они достаточно техничные. Скоро ребята позрослут, и, возможно, кто-нибудь из ребят будет играть за футбольный клуб «Тарас». Узнав о том, что будет проводиться чемпионат города, мы с нетерпением ждали его начала и усердно к нему готовились. Хотелось бы, чтобы и в следующем году этот турнир был продолжен. Благодаря участию в нем у нас появится дополнительная игровая практика. Я очень рад стать чемпионом. По итогам турнира победителем среди детей 2012-2013 годов рождения стала команда «Регион-01». Среди юношей 2010-2011 годов рождения чемпионом стала команда «Сункар». А среди футболистов 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения лучшей стала команда «Жамбыл-Жастара». В селе Шайдана Жамбылского района состоялся турнир по мини-футболу, посвященный памяти Алмаза Анилюла. В состязаниях приняли участие 42 команды из разных сел и аула в Жамбылской области. Проведение турниров, посвященных памяти жамбылцев, внесших вклад в развитие культуры, науки, социума и спорта, в нашем регионе стало доброй традицией. На сей раз в поселке Шайдана прошел областной открытый юношеский турнир по футболу, посвященный памяти Алмаза Анилюлы. В соревнованиях приняли участие 42 команды. Это около 300 любителей спорта. Турнир проходил в два этапа. Организаторы говорят, что их главная цель – побудить молодежь заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Мы проводим турнир памяти Алмаза Анилюлы. Хочу поблагодарить всех, кто нам помог с его организацией. Его главная цель – это укрепление дружбы между жителями соседних аулов. В подобных стартах главенствует олимпийский принцип. Главное – не победа, а участие. По его итогам были вручены специальные призы победителям, призерам и лучшим игрокам. Самое главное – этот турнир привнес новый импульс и яркие краски в повседневную жизнь сельских жителей. В Таразе состоялся теннисный турнир, организованный филиалом партии «Аманат» совместно с городским отделом образования. Приурочили данное мероприятие к 30-летию государственных символов Республики Казахстан. Цель – приобщение молодежи к спорту. Настольный теннис или пинг-понг – олимпийский вид спорта, в котором два игрока или две команды по два человека соперничают между собой, пытаясь перекинуть ракетками мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он не смог его отразить. При этом мяч должен коснуться половины поля соперника не менее одного раза. В этом соревновании приняли участие около 30 молодых людей. Основная цель – повышение интереса молодежи к игре. Главная цель – это приобщение молодежи к спорту. Участие в этих стартах принимают 30 молодых людей. Сейчас уже сложно сказать, в какой именно стране зародился настольный теннис. Некоторые полагают, что впервые настольный теннис появился в Японии или Китае. Другие считают, что его родина – Франция или Англия. Ряд историков ищет истоки игры в Древнем Риме. Несмотря на все эти споры, с уверенностью можно сказать, что история тенниса уходит своими корнями в далекое прошлое. Сыграл два матча. В первом победил со счетом 6-0, а во втором – 7-1. Пока двигаясь к первому месту. Игры проходят хорошо и интересно. В завершении турнира победители и призеры были награждены призами и благодарственными письмами. Такие турниры собираются проводить и впредь. В стратегической программе развития страны особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и привлечению широких слоев населения к активному занятию спортом. Для реализации этой задачи необходимо строить новые спортивные площадки и развивать соответствующую инфраструктуру. Надо отметить, что в Жамбулской области эта работа ведется на должном уровне. Так, например, была открыта новая спортивная площадка в Байзакском районе. Главная цель – пропаганда спорта среди молодежи – дать возможность достигнуть вершин на мировых соревнованиях. Таким образом, в районе появилось новое мини-футбольное поле и площадка Street Workout. Пусть наш район продолжает развиваться в таком же темпе. Спортивных площадок становится все больше, ведь именно таким образом мы можем заинтересовать молодежь спортом. Аким района вручил благодарственное письмо индивидуальному предпринимателю за помощь в строительстве мини-футбольного поля. Мы очень рады, что у нас построили площадку, особенно футбольное поле с газоном. И раньше мы ходили играть либо в школу, либо и в оси в другие аулы. Дети, играющие в футбол, очень рады спортивной площадке. Мы благодарны за площадку, ведь теперь наше молодое поколение может спокойно заниматься спортом, не сталкиваясь ни с какими трудностями. Теперь местные ребятишки могут в любое время дня и ночи заниматься спортом. Для этого созданы все условия. Местные тренеры надеются, что благодаря созданным условиям дети смогут активно заниматься спортом. В столице Кыргызстана, городе Бишкеке, состоялся кубок вызова Центральной Азии по волейболу среди мужских национальных команд. По итогам этого турнира сборная Казахстана завоевала третье место. В турнире приняли участие четыре команды – сборные Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана. Этот кубок вызова является как бы генеральной репетицией перед чемпионатом мира и стал хорошей возможностью для сборных четырех центрально-азиатских государств проверить свои составы перед крупными международными стартами осенне-зимнего сезона. Казахстанцы не сказать, что выступили очень хорошо. Наша сборная уступила сначала Туркменистану 3-2, а затем хозяевам площадка кыргызстанцам. Однако дважды, победив сборную Узбекистана сначала на предварительном этапе 3-1, а затем в матче за третье место, сборная Казахстана стала бронзовым призером Кубка Вызова. А первое место и золотые медали завоевала сборная Кыргызстана, победившая в финале Туркменистан 3-2. Жамблская спортсменка, известная своими громкими победами на боксерском ринге, Фируза Шарипова провела дебютный бой в ММА, победив россиянку Карину Амдасынову. Экспретендентка за звание абсолютной чемпионки мира в профессиональном боксе выступила на турнире «Актагон-33» в Алматы и сумела завершить бой уже в первом раунде, благодаря успешно проведенному удушающему приему. В поединке промежуточного веса до 63,5 килограммов Фирузе Шариповой противостояла чемпионка России по грэплингу и панкратиону Карину Амдасынова. Соперницы активно начали бой и обменивались атаками в стойке, после чего Амдасынова перевела Шарипову в партер, где не сумела удержать выгодную позицию и отдала спину. Чемпионка мира по боксу из Казахстана умело воспользовалась этим шансом и провела великолепный удушающий прием. Фируза Шарипова подписала долгосрочный контракт с промоушеном «Октагон» на 5 боев. В течение года она должна провести 5 боев в ММА. В профи-боксе свой последний бой Фируза Шарипова провела в декабре прошлого года, потерпев поражение от абсолютной чемпионки мира в легкой весовой категории Кэти Тейлор из Ирландии. Тем не менее, Фируза Шарипова нацелена на то, чтобы все же стать абсолютной чемпионкой мира в профессиональном боксе. Она намерена добиться реванша с Кэти Тейлор и отобрать у нее все титулы. Фируза Шарипова планирует чередовать выступления в боксе и ММА. Фируза Шарипова Фируза Шарипова Форум Фау Шарипова Эта Internом Фау Киркод